Открытие пресс-центра на площадке АГТРК вызвало большой интерес журналистов. Теперь и здесь будут обсуждать наиболее актуальные и важные вопросы. Здравствуйте, уважаемые коллеги! Мы рады видеть вас в пресс-центре Абхазского телевидения. Сегодня мы проводим первую пресс-конференцию на этой площадке. Мы надеемся, что это станет новым этапом в развитии Абхазского телевидения. Наиболее актуальной темой сейчас, безусловно, являются парламентские выборы, а точнее предстоящий второй тур голосования. О том, какие грядут изменения в работе ЦИК, рассказал Томас Гогия. Глобальных изменений каких-либо ждать не следует, потому что мы работаем в соответствии с требованиями действующего законодательства. Вы знаете прекрасно, что мы продолжаем. Это второй тур избирательной кампании, той, которая была определена 12 марта. Все подготовительные работы, календарный план, который был разработан до окончания первого тура, он был выполнен в полном объеме. И сейчас у нас разработан уже в рамках этого календарного плана. Мы подготовлены, мы готовимся, работаем. И основные пункты, позиции, которые должны были проработать, должна была центральная избирательная комиссия и остальные комиссии, ниже стоящие, это окружные, участковые, все проработаны, отработаны. Мы надеемся, никаких эксцессов не будет. Если в первом туре для победы кандидату необходимо было набрать 50% голосов плюс один, то во втором никаких требований ни к явке, ни к количеству набранных голосов нет. В соответствии с действующим законодательством для участия во втором туре явка не обязательно от числа, признается победившим тот кандидат, который набрал наиболее число голосов от числа принявших участие в голосовании. Вот так вот, коротко, четко, ясно обозначено в действующем законодательстве. Журналисты интересовались, предусматривает ли второй тур участие иностранных наблюдателей. Международные наблюдатели были приглашены, вы знаете, участвовать в предвыборной кампании, выборной кампании, вы знаете, обозначенной нами и первым туром. Ихни взгляды, их видения по проведению, подготовке и организации уже были определены. Это продолжение первого тура, я еще раз повторяю, необходимости в приглашении иностранных наблюдателей нет. Волновала журналистов и тема жалоб от предвыборных штабов кандидатов. Жалобы есть, отметил Тамас Гогия. Вот только правильно их оформлять кандидаты в основной своей массе не желают. Жалобы поступают, к сожалению, поступают, мы их рассматриваем. Жалобы поступают, вы знаете, это обычная схема поступления жалоб после окончания определенных подсчетов голосов и так далее. Первое время каждый из претендентов, надеясь на то, что он пройдет в первом туре или выиграет в первом туре, жалобы как таковые не поступают. Но по окончании начинают поступать жалобы. Жалобы поступают в неустановленном порядке, зачастую поступают устные жалобы. По телефону они мотивируются как анонимный звонок и не иначе как, понимаете, рассматриваться центральной избирательной комиссией, какой-либо другой комиссии не могут. Поэтому мы предлагаем всем, кто имеет какие-то претензии к проведению выборов, к голосованию как таковому, действовать в соответствии с законом. Закон, законодательные нормативные правовые акты, они находятся у всех на руках, на местах. Так, пользоваться все ими умеют, тем более, как и кандидаты, так и члены комиссии, так и их наблюдатели. Как известно, второй тур выборов пройдет уже в это воскресенье, 26 марта. Также ЦИК утвердил дату перевыборов по 17-му избирательному округу. Придем календарный план центральной избирательной комиссии. Выборы состоятся 14 мая 2017 года. Регистрация политических партий и инициативных групп начинается с 25 марта и заканчивается 14 апреля. Также с 25 марта по 14 апреля запланировано выдвижение кандидатов в депутаты политическими партиями и инициативными группами. С 14 апреля по 4 мая регистрация кандидатов в депутаты в центр избиркома. Как сообщает руководство Центризбиркома, никаких прямых включений из ЦИК в день голосования не будет. Окончательные результаты второго тура выборов будут объявлены в ходе итоговой пресс-конференции 27 марта.